Устраивайтесь как можно удобнее в постели, вы отправитесь в обычное дружелюбное место с милой кофейней и небольшой библиотекой, где сменяются сезоны, а на местном рынке можно не спеша выбирать пряные травы и ароматные груши для праздничного пирога, сделайте глубокий вдох через нос и выдох через рот и повторите, вдох и выдох, хорошо, мы начинаем, история первая, снежная буря накануне нас предупредили, что снег будет идти всю ночь и весь следующий день, сказали, что заметет подъезды и переулки, поля и перекрестки, и что лучше оставаться дома в безопасности, мы согласились, весь район и весь городок, все поддержали это решение, сегодня нас настигла снежная буря. Я нежилась в постели в глухой тишине раннего утра, думая о снеге, который толстым одеялом покрыл землю, лежал на голых ветвях деревьев, на крыше над головой и над всем, что только можно себе представить. Я еще не шевелилась после пробуждения, только чувствовала, как расслабились и согрелись руки под одеялом, и думала о том, как хорошо, что сегодня снежный день, и как же замечательно знать это с прошлой ночи. Я спала крепко и проснулась, не помня снов, чувствуя, что сегодня все начнется с чистого листа. Сунула ноги в тапочки, стоявшие у кровати, натянула длинный толстый свитер и подошла к окну. Медленно отодвинула занавеску и насладилась маленькой искоркой предвкушения, глядя на покрытую снегом землю. Раньше тоже бывало много снега. Я видела такое тысячу раз, переживая один и тот же момент с самого детства. Как утром, после сильного снегопада, стою в пижаме, прижавшись носом к холодному оконному стеклу. Но по сей день это вызывает у меня восхищение. Утренний свет был слабым и отбрасывал длинные тени на сугробы. Ловил все еще падающие хлопья в плавном полете и показывал хрустящую, нетронутую поверхность снега, укрывшего землю у моего старого фермерского дома. Я задержалась там на мгновение, просто наблюдая за падающим снегом. Оградив себя руками от холода за окном, наслаждалась подарком от матери природы. В детстве снежные дни были связаны с волнением и беготнёй с чашками шоколада на теплую кухню и обратно. Взрослым такие дни приносят облегчение. Вы вынуждены расслабиться, никто от вас ничего не ждет. В суетливом мире, который иногда движется слишком быстро, эта передышка – отличное лекарство. Накануне я запаслась всем необходимым. Фунтом свежего кофе в зернах, длинной буханкой хлеба для сэндвичей и тостов, пакетом булочек и кексиков, мешком зимних апельсинов и грейпфруктов. В холодильнике стоял кувшин со свежим соком и лежала огромная груда зелёных овощей. А в кладовке аккуратными рядами выстроились домашние консервированные помидоры и солёные огурцы, банки с фасолью, мешки с рисом, пакеты с крекерами и пастой. Я выглянула в кухонное окно и сказала снегу «Продолжай падать, мне хватит на несколько недель». Я начала варить кофе. Покопалась в кексах, отломила уголочек у одного и съела его. «Если ты собираешься это сделать», – подумала я, «то надо сделать всё правильно», и вытащила из буфета вафельницу. В конце концов, это было частью наслаждения снежным днём. Наконец, есть время делать то, что обычно тебе не свойственно, и нет никаких причин этого избегать. Я налила чашку кофе, достала с полок нужные ингредиенты и начала перемешивать и взбивать их, нагревая вафельницу. Устроилась за кухонным столом с любимой тарелкой, салфеткой и вилкой. У меня мелькнуло воспоминание о том, как тётя поступала, когда мы были маленькими. У неё в шкафу стояла специальная тарелка, выкрашенная в золотой цвет по старинному образцу и ни с чем не сочетавшейся. И если ты хорошо сдавал экзамен, или у тебя был день рождения, или плохой день и тебе просто нужно было чувствовать себя особенным и окружённым заботой, тётя ставила её на твоё место. Когда ты садился, то становился чуть выше и чувствовал её тёплую руку на своём плече, и ужин превращался в наслаждение. Это воспоминание согрело меня, когда я наливала тесто в горячую вафельницу. Оно зашипеяло, наполнило кухню ароматом и я улыбнулась. С блинами и вафлями всегда действует правило трёх. Не дожарьте первый, сожгите второй и третий будет идеальным. Когда тарелка наполнилась, я сидела с чашкой свежего кофе и подогретым кувшином кленового сиропа, наслаждаясь завтраком, наблюдала за падающим снегом. Очистила апельсин и медленно ела дольки между глотками. Отложила кожуру, думая, что позже добавлю её в кипящую кастрюлю с палочками корицы, ванилию и парочкой гвоздик. Позволю ей кипеть весь день, чтобы наполнить дом сладким ароматом и смягчить сухой воздух паром. Я сполоснула тарелку и прибралась на кухню и стала ходить от окна к окну, глядя на улицу. С вечера я принесла дрова, положила их в камин, теперь он был готов дарить тепло. Сожгла длинную спичку и поднесла её к бумаге и растопке, наблюдая, как она горит. Добавила в огонь несколько смятых газет и пару минут сидела на корточках у очага, пока лицо и пальцы не прогрелись. Теперь дул ветер, и я наблюдала, как маленькие кружащиеся спирали снега, появлялись и исчезали в воздухе. Может быть позже я соберусь и отправлюсь на долгую прогулку по полям и лесам, а потом вознагражу себя чашечкой чего-нибудь горячего. Но сейчас я не собиралась покидать своё уютное местечко. Я представляла себе, как раскладываю по столу головоломку и думаю над ней, пока на заднем плане идёт фильм, или читаю часами, или лежу в горячей ванне, пока кожа на пальцах не сморщится. Но сначала, насытившись после завтрака и согревшись у камина, я растянулась на диване, накрыла ноги тёплым одеялом и почувствовала, что лучше всего было бы закрыть глаза, прислушаться к потрескиванию поленьев и забыться долгим зимним сном. Сладких снов. История вторая. Ночь на улице с собакой. Я услышала мягкий шорох собачьих лап, когда мой питомец остановился возле кровати. Мои уши уже были запрограммированы на него. Я слышала, как он вздыхал по ночам или ворочался в постели. И когда он поднялся и тихо встал рядом со мной, я тоже услышала. Он уже старый пёс с седой мордой, и его движения медленны и осторожны. Наши прогулки стали немного короче. Но сегодня он увидел белку, бегущую по тротуару, и внезапно обнаружил в своих конечностях немного молодой собачьей энергии. Он потянул меня за собой, следуя по тропинке. К счастью, белка не была поймана, но ему понравилась погоня. Он лаял, когда она взбегала на дерево и дразнила его, говоря на языке маленьких животных, которые знают, насколько они быстрые. Я погладила его по голове и сказала, что он старался изо всех сил. Разве мы не должны идти в парк? Я потянулась, чтобы положить на него руку и спустила ноги на пол, сонная, но понимающая. С возрастом ему иногда приходилось выходить из дому посреди ночи. Я нисколько не возражала. Завернулась в халат, сунула ноги в тапочки, и мы спустились по лестнице на задний двор. В большинстве случаев я просто выпускала его и возвращалась через несколько минут. Но, открыв дверь в этот раз, почувствовала, как что-то в запахе воздуха потянуло меня на улицу. Была кромежная тьма, глубокая ночь, около трех часов. Наступили те недели, когда погода металась между осенью и зимой. Холодный воздух открыл мне глаза, и я подняла их вверх, чтобы увидеть ясное небо, освещенное звездами и луной, которую было видно чуть больше, чем наполовину. «Растущая луна», — подумала я. После того, как собака вернулась ко мне, мы стояли очень тихо и просто слушали. Летние ночи наполнены жужжанием жуков, кваканьем лягушек и каким-то беспричинным гудением, которое приходит неоткуда и просто присутствует в воздухе. Может быть, это плодовитость растущих, колеблющихся растений, или просто след жизни, оставшийся после дня на солнце. Но это нечто, несомненно, звучит громко. Есть особый звук, который можно услышать только в середине ночи перед самой зимой — шокирующая тишина. Мимо не приезжало ни одной машины, не было видно никого, кроме нас, и только слабый шорох очень легкого ветра шевелился в голых ветвях высоко над нами. Земля спала. Ее создания свернулись в норах, готовясь к новому сезону. Луковицы были глубоко под мульчей и грязью, только мечтая теперь о ярких розовых, пурпурных и желтых цветах, в которые превратятся весной. Мы постояли еще немного, и я позволила холодному воздуху щипать пальцы и двигаться по шее, зная, что скоро вернусь в теплую постель. Я сделала несколько очень глубоких вдохов, и под пряным ароматом сухих листьев в воздухе появилось что-то чистое и ясное. Я подумала, что это может быть снег. Завтра эти ясные небеса, возможно, густо затянут тучи. И если мы снова встанем посреди ночи, что скорее всего и сделаем, то будем стоять под первыми падающими хлопьями. Я наклонилась и медленно поцеловала моего старичка в макушку. А потом мы повернулись и пошли обратно в дом. Он остановился, чтобы выпить воды. Я тоже попила и медленно поднялась по лестнице обратно в спальню. Он несколько раз повернулся и устроился на большой мягкой подушке. Я накрыла пса одеялом и подоткнула его со всех сторон. Через несколько секунд он уже будет спать. Мы все должны научиться этому у собак. Они могут мгновенно перейти от бодрствования к глубокому сну и также легко проснуться. Я скинула халат и тапочки и откинула тяжелое одеяло на кровати, скользнула на простыни и расправила одеяло. Почувствовала, как холод постепенно покидает тело, пока кончики пальцев ног снова не стали теплыми. Подумала о смене времени года, тихом ветре за окном и о том, как я была благодарна, что собака взяла меня с собой. Это волшебство, которое дарят наши друзья. Они водят туда, куда мы не пошли бы сами и показывают вещи, которые мы иначе бы пропустили. Я медленно вздохнула, повернулась на бок, натягивая одеяло на плечи и почувствовала. История третья. Зимний день за окном. Из окна я наблюдала за тем, что вероятно было последним большим снегопадом этой зимы. Снег ровными слоями стелился по лужайкам и крышам нашего квартала. Я знала, что теперь мы все хотим весны. Но нас можно было уговорить провести еще один день, любуюсь тихим очарованием падающих хлопьев, когда мы будем сжимать снежинки в перчатках и лепить снеговиков, катаясь на сангах по склону холма в парке. Я не знала, желала ли кататься на сангах. Но была готова наблюдать за этим из уютного тепла гостиной, согрев ноги толстыми носками под свист закипающего на кухне чайника. Смотреть как небольшая стайка соседских ребятишек, укутанных с головы до ног, волокла за собой санки и ледянки на тонких веревках. Даже в сапогах и утепленных толстых штанах они как-то в припрыжку бежали впереди и звали своих друзей и младших сестер, чтобы те прибавили шагу. Горка для катания на сангах ждала их. В детстве по соседству была такая же, и я помнила, с каким восторгом мы нанеслись на нее. Втиснувшись в сани вдвоем или втроем, держась за их изношенные поводья и друг за друга, и кричали, набирая скорость. Мы опрокидывались или врезались в кучу снега, вскакивали, стряхивали снежинки с лица и мчались обратно наверх. Порой холод или чьи-то родители загоняли нас обратно в дом, чтобы согреться. Мы снимали промокшие пальто и шапки, складывали их на батарею, чтобы они побыстрее просохли. И иногда, не дождавшись, натягивали их снова и мчались на холм. Я вошла на кухню, налила в чашку кипятку из чайника и бросила туда пакетик чая, медленно покачивая его и наблюдая, как красновато-коричневый цвет ройбоса растекается по воде, словно чернила. Подошла к буфету и достала оттуда пачку печенья, купленную накануне. Толкая тележку по проходам продуктового магазина, я погрузилась в заботы текущего дня, когда увидела знакомую оранжевую упаковку печенья, которая не ела с детства. Оно было похоже на витринные мельницы, светло-коричневые с миндальными вкраплениями, разбросанными по тесту. В мгновение ока я забыла о путанице мыслей, которая меня не отпускала и потянулась к пачке на полке. Надпись оказалась точно такой же, как и в детстве, толстая и слегка смазанная, как будто ее напечатали на старомодном прессе. Эмблемой компании была смазанная ветряная мельница и фамилия. И когда я перевернула пачку, то увидела, что печенье все еще делали в маленьком городке на севере. Вдруг я почувствовала огромную благодарность за то, что это лакомство попало сюда, на полку соседнего магазина. Разгладила обертку и посмотрела сквозь целлофан на печенье. Оно не было идеальной формы, каждая немного неправильная. Некоторые темнее, толще или бледнее. Они сразу же перекочевали в мою тележку. И с тех пор я с нетерпением ждала момента, чтобы открыть их к чаю. Я ела это печенье в доме моих бабушки и дедушки. Оглядываясь назад, не могла припомнить, чтобы пробовала их где-то еще. Достала тарелку, поставила на нее стопку витринных мельниц и отнесла их обратно к креслу у окна. Устроившись поудобнее и подобрав под себя ноги, положила одеяло на колени и взяла одно из печенья. Я поднесла его к носу и вдохнула сладкий аромат. В нем было немного специй. Я ощутила запах гвоздики, мускатного ореха, корицы и слабый вишнево-приторный аромат миндаля. Я откусила кусочек. Печенье оказалось немного рассыпчатым и сухим, но вкус сразу вернул меня на кухню к бабушке и дедушке. Их домик был маленьким с крозичным передним крыльцом и находился в уютном местечке посреди высоких старых деревьев. Тени от них таились в каждом углу, а комнаты были забиты картинами и игрушками, которые когда-то принадлежали моему отцу. Но в дневальные часы дом был светлым и полным солнца. Бабушка прятала витряные мельницы в глубине шкафа, закрывая печенье банкой с мукой, чтобы дедушка случайно на него не наткнулся. Мы с ней клали пачку печенья на стол и каждый макал его в свой напиток. Бабушка в кофе, а я в какао. И медленно ели его, наблюдая за белками, бегающими вдоль ограды. Глядя на заснеженный двор, я подняла чашку, чтобы поделиться с ней воспоминаниями о нашем времени на кухне. А затем запила печенье медленным глотком чая. Еще несколько ребят побежали к друзьям на холм, а рукавицы болтались на веревочках у них на запястьях. Я видела, как ровно лежит снег на голых ветвях платана во дворе соседа, и косые персиково-оранжевые лучи заходящего солнца разливаются по небу. Да, я буду рада весне, когда-то наступит, но была счастлива остаться дома и смотреть, как идет снег. Сладких снов. Субтитры создавал DimaTorzok